друзья всем огромный привет находимся мы в новой игре экспедиция мод раннер кто-то меня из подписчиков просил прокатиться на ниве вот я взял ниву немного там разобрался как тут улучшать что-то покупать улучшение сделал ей подвеску такую пошире она хоть начал более менее начала смотреться нормально то было там на какой-то узенько на маленькой подвеске смотрелось очень нелепо и эту миссию на шишиде я до прошел там немного оставалось до пройти надо было на гору заехать и просто эвакуироваться вот сюда на базу а сейчас я взял миссию под названием каменный брод говорят что недалеко от лагеря находится озеро которое нельзя пересечь на машине отправляйтесь туда и проверьте это на практике только не забудьте взять с собой необходимое снаряжение а необходимое снаряжение мы с собой взяли это у нас так где у нас это у нас устройство а вот инвентарь взяли мы домкрат 2 штуки у нас оказывается и якорь 5 штук якорем я еще ни разу не пользовался так что я думаю нас тут научат как им пользоваться ну заводим нашу ниву и потихонечку отправляемся на точку нам надо добраться там какие-то ремонтные базы счет что-то там делать и дать на может строить все придется не знаю туда какие-то эти ну ладно неважно домкрат если вы перевернулись откройте инвентарь выберите домкрат и воспользуйтесь им чтобы поставить машину на колеса у этого предмета ограничить на ограниченное часто применение он действует только если машина перевернута хорошо так ну вот мы уже смотрели да вот он домкрат то есть мы им сейчас не можем воспользоваться так как у нас машина стоит на колеса я думаю я это не сделаю не переверну ее и домкрат у нас будет не использовал так ну а мы едем до реки что ли там до какой-то грязь прям какая-то прикольно пачкаются колеса шины блин да что же я не могу поворот это войти разучился ездить что нет или она потому что широкая него такая ничего страшного потихоньку помаленьку нет у него выворота вообще никакого на ровном месте можно сказать буксую не могу пройти участочек а чё у нас не помню передок что надо еще включать его красоты оказывается на ней нужно включать передок поэтому она наверно особо не рулила это что-то торчит какая-то палка непонятная что она делает неизвестно так пересечь болот так нас же учили пользоваться эхолотом там такое ощущение как будто там дына вообще не видать так заходим устройство включаем эхолот ну тут у нас вроде все нормально прямо пишет опасно почему почему тогда у меня эхолот показывал все нормально это наверное только что на съезде да получается очень был опасный уровень когда съезжали хлебанули воздушком воды и немного попортили себе двигатель так а тут уже интереснее если вы хотите воспользоваться лебедкой но рядом нет подходящей точки крепления используйте якорь якорь может установить только если поверхность не каменистая короче на скалах мне нельзя им воспользоваться давайте попробуем так открываем выбираем якорь нажмем enter использовать и устанавливаем его почему я не могу его установить на ту сторону подожди а зачем он мне тут нужен я думаю мне он нужен на той стороне да так где нам получше проехать я думаю вон там выступ какой-то есть небольшой попробуем левым колесом попасть туда так почему не включилась блин ну она вообще не рулится аккуратненько пробуем не мне надо по-любому лебедку бампером сердце в этого все врезалось так сейчас я буду пробовать еще раз устанавливать данкрату вот теперь я могу восстановить здесь да ну где он не нужен все равно не может еще выбраться сама не васик наш так сейчас я промотаю немного времени уже я смотрю вечер наступает странно тут конечно это все работает непонятно так сказать ну еще видать на не доработали до конца додирует я думаю ребята эту проблему а это все то есть это был вот это вот непреодолимое место было ха-ха-ха прикольно прикольно экспедиция так 2900 баксов мне дали ну все окей хорошо ну это мне типа показали как пользоваться якорем до данкрата у меня дело не дошло так жмем интер возвращаемся в штаб и выбираем следующую миссию одну миссию мы прошли она была очень легкая я думаю надо литр литл литл колорадо пройти уже до конца так что у меня тяжелый случай что нам тут надо делать один из наших экспедиторов застрял болоте нам придется его эвакуировать это тяжелый грузовик поэтому вам понадобится мощнее мощное транспортное средство чтобы вытащить его и доставить на аванпост учтите это при планировании поездки хорошо давай попробуем то есть нам сейчас нужно взять какой-нибудь грузовик это будет наверное по ходу дела вот этот степ типа зил у нас какой-то да потому что ну на шишиде я думаю не поедем а может быть и на шишиде поедем не возьму я вот этот нам грузовик попробуем выбрать выбираем мы его что нам нужно в инвентарь покласть я думаю на всякий случай нам нужно якорь это сто процентов нам накупить вдруг понадобится ну домкрат не знаю остальное я думаю нам всего хватит и бензина и запчастей там вроде как я так понял можно подъезжать к каким-то местам дозаправляться так а сейчас нам нужно настроить я думаю его задняя часть грузовая корзина это где она сбоку так ну это мы дополнительно пока наверно ничего не будем делать так это у нас походу дело всякие нет силовые пороги упрощатки в принципе у нас там есть я думаю вот этот силовой бантер воткнул 500 баксов уж не такие большие деньги крыша грузовая корзина и крепление для света тут пока ничего не буду делать покупать так это у нас по ходу дела всякие нет силовые пороги упрощатки посадку автомобилей не ухудшая дорожный просвет обеспечу хорошую защиту при боковом столкновении ладно это мне не надо мне нужно выхлопные трубы выхлопные трубы мне тоже особо это не надо пока диски бесплатные пускай стандарт остается модуля рамы платформа модульная платформа платформа я думаю нам тоже не надо где у нас двигатель двигатель пускай обычный стоит так многоступенчатая то что универсальная кпс увеличенным количеством передач в том числе с повышающей высокой скорости топливная эффективность доступна для счет за счет посредственной надежности и отсутствие пониженной передачи нет мне надо все пониженное пускай пока там стандартный вот подвеску мне надо поставить люфт компля почему чем она отличается то есть она шире достава намного и у нее какие-то эти вон как он типа крылья там проставки какие-то появились ну давай купим ее и шины шины мне надо какие-нибудь пободрее все-таки поставить что-то тут что-то тут бодрым то и не пахнет исследуйте район так чтобы такие шины получить надо что-то сделать ну давай вот такие внедорожные и вездеходные так тут по камням хорошо на бездорожье и в грязи средние по камням средние ну давай такие поставим что-то у меня такое ощущение то что зря я взял этот грузовик ну да ладно попробуем что у нас получится удлиненная тяжелая пускай стоит дифференциал есть так шноркель шноркель мы купим тоже так ну и все цвет бы я бы ему еще бы конечно поменял какой-нибудь не знаю какой бы ему цвет поставить ну вот такой серый пускай будет да да пускай серый будет все начинаем а куда мне надо вообще выдвигаться тут у нас теперь есть восточный аванпост почему у меня только восточный аванпост выбирается а не вот этот стандартный а вот еще полевая оперативная база так ну и где ладно сейчас посмотрим где нам нужно эвакуироваться я что-то забыл вначале там где-то на карте показано куда нам ехать я так думаю наверное а ну в принципе правильно я что на восточный аванпост эвакуировался так ну все добраться до озера поехали до озера вот такой у нас широченный зил ну зил не зил степ какой-то называется ну похоже на один из зилов я точно не помню как модель называется зила это ой 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 не надо было все таки наверное шиши выбрать на шиши было бы намного я думаю удобней так подожди надо по карте научу как-то нам вниз спуститься надо так получается вот тут объезжаем по низу да и вот тут грузовик тоже по ходу дела степ там стоит такой же на котором мы сейчас едем давайте посмотрим что у нас внутри как тут находится все устроено как всегда тут у нас все на высоте все красиво все проработано как обычно у нас коробка автомат мне вообще вот вообще не нравится как она работает так что лучше пониженную включить а блокировка же дифференциал у нас присутствует да присутствует сейчас и проверим по ровной местности когда едем будет ли она у нас ругаться немного опять в поворот я не вошел уже второй раз что-то со мной случилось да я думаю на шишине бы тут гораздо лучше и удобнее было ну блин мы не на этом крокодиле надо было ехать и вообще далечего он тут в таких условиях если бы еще работал бы у него передний привод то было бы все хорошо но так как переднего привода нету вот в такие мы в ситуации попадаем так нет извини мне не надо так 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 я уже забыл на тап да на тап выбираем лебедочку и цепляемся вон за то деревце да поехал спасать не доехал и уже застрял это конечно была моя ошибка выбрать данный грузовик шишины шишины было бы гораздо проще ладно попробуем доехать я не знаю можно будет тут еще шишевую взять чтобы уже на помощь поехать вот этим двоим грузовикам так я не понял у нас отключилась нет понижена да ой понижена блокировка у нас отключилась задних мостов да тут наверное я зря поехал тут походу дело грязь надо было там повыше блин ну это вообще конечно да жесть полная я аж даже не хочу ехать на нем никуда дальше ну ладно уже раз раз я его взял то надо уже добить до конца ну давай сюда за это дерево надо уже добить это все до конца я надеюсь у данного грузовика передний привод потом можно будет сделать потому что без переднего привода я думаю это вообще бесполезная техника в данной игре да и вообще вот как вот да как вот на такой вот здоровенный на махине так сказать ездить по таким вот скалам да я уже там себе радиатор раз пять наверное пробил вообще он не хочет ехать я так понимаю мне сейчас не за что будет зацепиться да зацепиться не за что вообще замечательно просто как я вообще буду наверху езжать я не понимаю просто не это вообще вообще моя была самая самая большая ошибка вроде поехал ну ладно поехал и поехал будем надеяться то что хотя бы с доедем да там такой же грузовик стоит или нет или другой так подожди а как бы нам к нему туда подобраться не мне кажется другой или такой же я не вижу просто задних колес два у него моста сзади или один да нет да куда я на это вообще прям просто я вот смотрю что там происходит внизу и я не понимаю вообще смысла мне туда ехать на вот этом вот на грузовике если бы я не ребят давайте я сделаю наверное так как у нас эвакуация происходит на м а потом что выбираем да он пост и восточная он пост и эвакуация а подождите а как а югу и что как мне теперь другую машину взять то есть никак нельзя другую машину взять одна из семи ну одна из семи можно мне выбрать как нибудь другую нельзя да не да вы издеваетесь что а если я на полевую туда уйду я думаю тоже ничего не изменится не ну серьезно это надо было наверное в начале там два автомобиля наверное выбирать ну я не знаю ну а больше как да я думаю наверное так вернемся в штаб да ворачиваемся в штаб это что мы что то тут заработали продажи инвентаря какой то а это мы короче продаем якорь да ну нет но на этом грузовике я просто ребят там ничего не сделаю ну как без переднего привода давайте все заново включим так тяжелый случай да да выбираем тяжелый случай да вот получается наверное машина можно тут несколько выбирать возьмем мы шишигу вот эту вот шишигу добавляем сейчас немного ее поднастроим тоже выберем где у нас самую основную подвеску мы выберем подвеску у нас только одна шина у нас тоже не блещет ничем нету никаких шин короче ничего тут и пока нету ладно мы его только перекрасим другой цвет вот такой на такой шишиге поедем все и начинаем а подождите подождите я не выбрал инвентарь так вот этот якорь мне по любому пригодится якорь купим и все теперь жмем опять начать и да 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 восточный аванпост все ждем загрузочки и вот она наша шишига тут охоте тут охоте у нас есть передний привод полноприводная все поехали уже конкретно едем немножко прокатимся от первого лица ой 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 что то мы так прям врезались так включим пониже на и потихоньку уже будем добираться ну шишиге хоть и рама тут огнется вот так влево вправо можно а нормально поехать уже так сказать с самого рождения этот грузовик был сделан предназначен был для тяжелых условий тот грузовик только я думаю был предназначен для перевозок по асфальту это у нас уже внедорожная техника на ней там я думаю и вытащим данный грузовик из болота вот так мы легко и непринужденно проехали все эти препятствия на которых мы задерживались на том грузовике а шишига у нас смело проходит их без каких либо трудностей ну блин я что-то подумал думаю возьму такой большой крутой тут грузовик и будет все красиво но не факт что чем больше тем круче так аккуратненько надо было наверно там дальше сползать тут какое-то прям болото но мы сейчас в болото не будем вот влево уйдем вот сюда вот сразу влево уходим потихонечку так подожди я думаю в дерево врезались нет дерево не врезались это он там во что-то уперся так а вот тут и как нам проехать тут я думаю так аккуратно не получится как бы нам не перевернуть нашу шишигу что-то мне кажется я это сейчас сделаю зря я зря я не взял с собой домкрат давай шишига я знаю давай 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 вылазь 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 потихоньку есть опасный момент был можно было перевернуться я что-то не хочу с этой ступеньки съезжать как мы будем потом вытаскивать так ну ладно так добираемся до озера вот там смотри на скалах что-то висит так ну-ка подожди так использую лебедку чтобы вытащить машину из болота после закрепления лебедки включите двигатель на буксируемой машине хорошо я сейчас хочу посмотреть так-то бинокль а прикольно припасы висят это то есть нам так сверху можно как-то до них добраться тут же как я лебедки лебедкой пользовался можно в обратную сторону то есть опускать не притягивать к себе а отпускать так ладно грузовик нам нужно обратно наверх вытащить да на том бы я грузовике точно ничего бы не сделал выезжаем обратно из этого болота так на хороший на твердый грунт сейчас развернемся подведем к ней жопкой жопкой попкой так тем временем у нас темняет на ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой блин перепутал кнопочки кнопочки не кнопочки а педальки газа с тормозом я там вот эту коробку тирка на автомат то типа там на ручное как бы Ну, типа, что просто заднюю скорость включаешь Так, ладно, это не важная информация Сейчас мы время промотаем Сейчас сделаем нам посветлее Вот так вот Так, нажимаем, что у нас? Нажимаем таб Выбираем лебёдочку И цепляем наш грузовик Так, включить двигатель на цель Завели наш грузовик И всё, поехали потихонечку Едем же, да? Мы едем, всё Сейчас блокировку И поехали наверх Вон Более-менее тут и есть спуск Подъём точнее Да, я где-то там проезжал, не поняли где Вот он, нормальный подъём Немного кактуса подавим Кактуса Вот так тут много Что-то я не понимаю, за что зацепил Лебёдку Что-то где-то Вообще не понятно Где-то забок, что ли Надо перецепить некрасиво Да, сейчас мы заедем Сейчас подтащим его немного Да, стой Мы тебя сейчас Перецепим Сделаем красиво Я так думаю Красиво же? Да Вот Всё, поехали дальше Как нам убрать вот это То есть никак я теперь не уберу вот эти вот сообщения Иди включить, выключить Так, всё, поехали дальше И нам осталось тут совсем немного добраться До места нашего назначения Так, интересно, где бы нам в гору Воины понижены Хватит, не хватит ему движка Давай-давай У меня такое ощущение Да Оказывается, заглох сразу почему-то Думаю, почему так тяжело Он тащит его Вон, оказывается Наш грузовик подзаглох Так, эту яму с грязью Мы не будем спускаться Поверху проедем Проедем поверху Картусы подаем немного Так, а может быть где-то тут По это, поплавнее заезд есть Вот он, да, поплавнее, я так понимаю Влево, слева, слева он находится Вот здесь Чтобы не было там таких лесен и крутых Блин, а сразу не видно почему-то Я не видел, например, вот этих вот съездов-заездов Поехал, так как бы еще не понять И для этого и нужен тут этот дрон Что-то, блин, не войду я сейчас в поворот Ладно Это все Мое балование С камеры Так, все, осталось совсем чуть-чуть И ура Экспедиция завершена Две экспедиции мы выполнили сегодня В Little Colorado И на этом, друзья, хватит Кому понравилось Огромное вам, друзья, спасибо, кто смотрите меня Желаю вам, как обычно, крепкого здоровья И всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok